Пленэр закрылся, отчетная выставка открылась. В нашем городе завершил работу 10-й международный пленэр Хортиса сквозь века. В этом году, как и прежде, легендарный остров вдохновлял на творчество художников со всей Украины и дальнего зарубежья. Результаты их труда можно видеть в Центральном выставочном зале Союза художников. Историческая тема, связанная с казачеством, заявленная организаторами пленэра, 10 лет назад за эти годы значительно расширилась, особенно с появлением зарубежных участников. В этом году это были художники из Словакии, Бельгии, Туниса. Уже второй раз в Запорожье приезжает представитель африканского континента Нежипрагбани. Хортецкие виды, запорожскую сечь в колорите пустыни Сахара привез из Туниса. Писал с этюдов прошлогоднего пленэра. Нынешний, говорит живописец, вдохновил еще больше. Я очень счастлив быть здесь, участвовать в очень интересной выставке. Здесь так много хороших работ, написанных в разных стилях. Украина богата красивыми пейзажами. У вас очень много хороших, достойных художников, профессиональных, высокого уровня. Об этом говорит данная экспозиция. Мне действительно очень приятно тут находиться. Среди мероприятий мастер-классы для детей стали традиционными. На этот раз ребята делали художественные часы. А еще впервые в этом году участники пленэра, а это преимущественно художники-пейзажисты, писали портреты. Организаторы говорят, идея пришла во время работы. В результате появились даже портреты картины. Была чудовая сама обстановка на пленэре, потому что очень разные художники. У нас были художники-абстракционисты, у нас были представители контемпорарии, арт в полном месте этого слова. Были графики, были люди разные за веком. Это от очень молодых мастеров до очень солидных за веком. И тем не менее была гармония, была мистецкая разговора. За 10 лет истории пленэра в Запорожском отделении Союза художников собралась богатая коллекция работы его участников. Организаторы мечтают, чтобы в Запорожье был построен музей современного искусства, где она была бы представлена. В конце года лучшие произведения, созданные за 10 лет, покажут в столице. Планируется также, что выставку 10-го пленэра «Хортится сквозь века» увидят зрители в разных городах. А пока с ней можно познакомиться в Запорожье в течение месяца.